Если мы хотим добиться успеха в жизни, что играет в этом главную роль? Судьба? Бог? Удача? Или усилие? Или вы хотите победить на выборах? Если мы хотим победить на выборах, удача тоже важна. Судьба, Бог, удача и усилие. Возможно, все это имеет значение. Но в какой пропорции? Когда вы говорите «судьба», очевидно, что с ней вы ничего не можете сделать. Когда вы говорите «удача», опять же очевидно, что и с ней вы ничего не можете сделать. Когда вы говорите «бог», снова это что-то, что вам не подвластно. Так что единственное, что в ваших руках, — это усилие. Так что прилагайте усилие на 100%, и пусть произойдет то, что произойдет. Не так ли? Не оставляйте свою энергию и способности удачи, Богу, судьбе и тому подобному. Они не ваша забота. Если они и правда существуют, тогда они проявят себя. Вас должно заботить только усилие, не так ли? Просто сфокусируйтесь на нем. Усилие должно быть точным, в том смысле, что оно должно быть направленным и выверенным. Если вы просто прилагаете усилие, это будет напрасная попытка, не так ли? Один только труд не приведет вас ни к чему. Правильное действие, правильное время, правильное место — все это имеет значение, не так ли? Чтобы все это произошло, вам необходимо восприятие и интеллект. И это все, что вы должны сделать в своей жизни. Постоянно искать способы совершенствования своего восприятия и интеллекта. Остальное произойдет в любом случае. К сожалению, человечество не занимается этим. Люди пытаются обрести способности и навыки. Не пытайтесь обрести способности. Просто совершенствуйте свое восприятие и интеллект, что бы ни случилось на вашем пути. Допустим, подобное постоянно происходит в мире. Каждый хочет стать врачом. Не сейчас, но 25 лет назад это было так. Если вы хотели учиться, то вы обучались в медицине. Если же не получали место в медицинском, тогда что? Поступать на инженера. Если там не находилось для вас места, тогда что? Следующее, следующее и так далее. Давайте представим, что вы стали врачом. И допустим, все люди прошли йога-программу и перестали ходить по врачам. Вы же стали реже ходить к врачу. Не так ли? Реже или нет? Безусловно, стали ходить реже. Так что это будет убыточный бизнес. Эта профессия перестанет быть такой привлекательной. Ведь очень немногие становятся врачами, потому что действительно хотят быть врачами. Остальные становятся врачами, потому что считают это доходной профессией. Не так ли? Не так ли? Большинство людей становятся врачами, потому что думают, что чья-то болезнь — это прибыльный бизнес. Это очень... Я не хочу углубляться в другие аспекты. Для меня это довольно тревожно. Конечно, есть некоторые врачи, которые по-настоящему хотят заниматься медициной. Они хотят понимать человеческую систему и служить людям в этом. Это замечательно. Представьте, что все стали здоровыми. Вам бы этого не захотелось, не так ли? Определенно не захотелось бы. Так что не пытайтесь придумать рецепт успеха. Успех — это когда вы можете использовать себя, задействуя свой полный потенциал. Не имеет значения, станете ли вы врачом или политиком, или йогином, или кем угодно. Суть не в этом. Успех — значит, вы живете свою жизнь, раскрывая свой полный потенциал. Вот что такое успех. Если вы хотите, чтобы это произошло, вам нужны восприятие и активный интеллект. Как мне развить мой интеллект? Не волнуйтесь об этом. Сейчас самое главное — совершенствование вашего восприятия. Если вы можете видеть жизнь такой, как она есть, у вас уже есть необходимый интеллект, чтобы прожить ее хорошо. Если вы не способны видеть жизнь такой, какая она есть, ваш интеллект будет работать против вас. Самые умные люди на этой планете зачастую — это самые несчастные люди, просто потому, что они обладают активным интеллектом, но у них отсутствует восприятие жизни. Так что люди не работают над одним самым важным аспектом — над совершенствованием своего восприятия. Они пытаются расширить свой кругозор, но дело не в этом. Это сделает вас успешным только в социальном плане, но не сделает успешным по-настоящему. Если вы хотите быть по-настоящему успешным, вы должны уметь видеть все таким, как оно есть, без искажений. Если вы можете видеть все таким, как оно есть, жизнь становится игрой. Вы можете играть в нее радостно, и безо всяких сомнений вы можете играть в нее хорошо. Если вы играете хорошо, люди скажут, что вы успешны. Вы никогда не должны думать «я хочу быть успешным». Никогда не думайте «я хочу быть успешным». Просто ищите, как превратить это существо в полностью раскрывшегося человека. И однажды люди скажут «да, он успешен, он достиг большого успеха». Вы не должны стремиться к успеху. Это жалкий способ выстраивать свою жизнь. Вы просто будете причинять боль и страдания и себе, и окружающим, потому что в вашем представлении успех — это сидеть на чьей-то голове. Не так ли? Да или нет? Ваш идея успеха сейчас такова. Все должны быть ниже вас, а вы должны быть наверху. Вот ваше представление об успехе. Это не успех, это болезнь. Так что никогда не думайте об успехе. Просто смотрите, как превратить себя в полностью раскрывшегося человека. Это найдет выражение. Если это найдет хорошее выражение, окружающие скажут «да, он достиг большого успеха». Это хорошо. Ваш успех должны распознавать другие люди. Вы сами не должны думать, как стать успешным. Это очень ошибочный подход к жизни. Субтитры создавал DimaTorzok